Гонконгский оркестр Но известно всем без исключения, дети дракона смогли зажечь огонь восхищения и интереса к Китаю. Не менее интригующим было выступление Мангеймского оркестра под руководством дирижера Баяна Виденова. В первом отделении концерта вместе с немецкими гостями на сцене блистала талантливая российская скрипачка Алена Баева. Фестивальную географию расширил визит Мангеймского и Уральского молодежного оркестров в филиал филармонии в Каменске-Уральском. Два оркестра, два дирижера и более 500 восторженных слушателей, одними из которых были воспитанники пяти детских домов Каменско-Уральского и Каменского района. Бурю детского восторга вызвал дирижер Баян Виденов. Дети в захлеб говорили, что он классно дирижировал бровями. Получить работу сейчас очень сложно, потому что очень много хороших музыкантов. Мы создали наш оркестр для того, чтобы музыканты набирались опыта и могли работать с известными солистами, такими как Алена Баева или, например, Миша Майский. Все, что происходит на сцене, всегда кажется чудесным. Еще один фестивальный вечер подарил слушателям и гостям удивительную встречу. Уральский академический филармонический оркестр за пультом Бенджамин Эллин, солист Джозеф Олейси, приехавший в Россию по приглашению британского дирижера и композитора. Да, в этом произведении есть некоторые сложные части. Тромбон, знаете, у тромбона кулиса, и мы должны двигать его очень точно, внимательно, чтобы достичь потрясающего исполнения. Некоторые секции в этом произведении очень сложны тактически. Я уже сказал, в нем много прекрасных моментов, и композитор знает, как писать красивые мелодические линии. Я думаю, оркестр насладился исполнением этого произведения, и реакция аудитории была вполне хорошей. Очень много похожего на самом деле в их культуре, то есть в культуре Востока, и в нашей, в европейской культуре. И эти похожести, они очень-очень сильные. 10 октября на фестивальную сцену вышел следующий участник – симфонический оркестр Лейцебского радио под руководством Кристиана Ярви, прогрессивного американского дирижера, в основе работы которого – уважение к существующим традициям и современная интерпретация классики. Очень интересно, что так много творится здесь, в России, и я на таком высоком уровне, и очень интересный фестиваль. Действительно, такого, я думаю, другого нет такого, я думаю, даже не только в России, но я не знал, что вот такой фестиваль в Европе даже, где-то соединится все между Азией и Европой, и все как-то, смесь такая большая. Дебютом на российской сцене стало выступление молодого дарования – скрипача Чада Хупса. Это мой первый визит в Россию. Когда я получил предложение поучаствовать в фестивале, я, не раздумывая, согласился. Для меня это знакомство с новой культурой. В рамках хофф-программы иностранные и российские журналисты побывали с визитом в Алапаевске. Экскурсия в дом-музей имени Петра Ильича Чайковского стала для них настоящим открытием. По-настоящему прикоснулись к колориту уральской деревни, попробовали погладить старинным утюгом, увидели избу XVI века и баню по-черному. Посещение Нижней Синячихи стало для гостей поистине незабываемым. Специальный World Music проект «Великий шелковый путь» особой пряной нотой продолжит фестивальный марафон. Хроника дальнейших событий, яркие впечатления музыкантов и гостей в нашем следующем сюжете. Не пропустите. Субтитры создавал DimaTorzok